Добрый день! — Привет, Петь! — Абсолютно верно! — Всем добрый день! — Ты Йова, кстати, слышал? Скажи, пожалуйста. — Конечно! Если имеешь в виду израильского музыканта, который пишется как Йоав, да? — Абсолютно верно! Но он жил еще в Южной Америке. — Да, много где. — Себя позиционирует как гражданина мира, естественно. — Ну, конечно, конечно! Как Дэвид Браун из Браззавиль, например, наш старый друг. — Да, исполнил нам две песни. Очень понравилось мне вот нашему Кириллу, инженеру тоже, да? — Да, мы теперь два фаната. И у тебя относительно недавно выходила программа «Хождение по звукам» о творчестве группы «Кино». — Как-то неожиданно перешел. Я уже стал вспоминать, выходила у меня программа о Йове. И думаю, значит, что-то нет. Кажется, не было такого. — Это уже к теме второго концерта. — Ага, вот так, я понял. Да-да, выходил. Ну, уже довольно давно, если честно, но в прошлом году. В прошлом году, наверное, где-то, может, полгода назад. — Ну, как-то она вот очень многим запомнилась, в том числе и мне. — О, да, неожиданно немножко для меня это было, честно говоря, но, да, прозвучало. — А потому что о группе «Кино», тем более вот как-то малоизвестные факты, найти достаточно сложно. И у тебя их, тем не менее, в программе было достаточно. Нужно повтор попросить как-нибудь. — Да, можно не прямо сейчас. — Да, да. Но, тем не менее, вот какие-то основные моменты из этой программы, соответственно, из биографии группы и Виктора, было бы здорово от тебя услышать. Потому что сегодня у нас в гостях Пётр Погодаев и Ижи с ним. Его голосом звучали песни Виктора Цоя в фильме «Лето». Он исполнит по заявкам слушателей некоторой песни группы. Прямо сейчас давайте познакомимся, во-первых, с нашими музыкантами. Представьтесь, пожалуйста. — Добрый вечер. Я Пётр Погодаев. — Пётр, насколько я знаю, вы, исполняя песни, исполняли каверы на Цоя, и вас выбрал... Кто это был тот, кто вас выбрал на фильм «Лето»? — Режиссёр Кирилл Серебренников. — Сам режиссёр. Он где-то вас в интернете увидел? — Да, изначально увидели, да, в интернете, в Ютьюбе. На канале, на канале Саха-Войс. Там я спел песню «Звезда по имени Солнце». Вот. И там они меня нашли, и вышли на меня, вышли ВКонтакте. — А вы жили в Саха-Якутии? — Да, в самом городе Якутске. — В Якутске даже? — Очень интересно. Вы с рождения там? — На самом деле, я не из самого города Якутска. Там есть у нас Тампонский район, село Тополино. И из деревни, в общем, вообще. — Но вы из Якутии? — Да, из Якутии. — Да, вот так получилось. Представьте, пожалуйста, вашего коллегу. — Мой коллега Николай Архиреев. Гитарист. Вот. Соло-гитарист. Мы сейчас в данное время гастролируем вместе. — Всем привет. — Николай, очень приятно с вами познакомиться. И чуть позже у нас, естественно, возникнуто еще достаточно много вопросов. Давайте перейдем к музыке сразу. Что это будет? — Скорее всего, «Кукушка» первая песня. — Давайте «Кукушки». Это, кстати, песня, которую попросили исполнить наши слушатели на номер 790... Сейчас, сейчас, еще секунду, рано. На номер 7903-797-6333 вы можете в течение эфира присылать свои вопросы, пожелания, рекомендации и какие-нибудь варианты песен группы Кино, которые Петр и Николай могли бы нам исполнить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Песен еще не написанных. Сколько? Скажи, кукушка, пропой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА